Уже 1 октября компании подготовили полностью программы по работе в осенне-зимний период. И так известно, что ФСК в этом году на подготовку к этому периоду, на ремонт и оборудование подстанции направило 11 миллиардов рублей. Уже в беседе с главой ФСК Андреем Муровым мы обсудили и программу импортозамещения, насколько сегодня она реализуется в компании. Должен сказать, что к 2015 году мы уже вышли на такой процент, как 75 именно российского оборудования, которое на сегодня не только закуплено, но уже установлено непосредственно на наших подстанциях. В том числе и какое-то оборудование использовалось, естественно, для линейных сооружений. Мы идем, я считаю, что абсолютно нормально по дорожной карте энергетической концепции России, чтобы к 2030 году процент российского оборудования составлял порядка 95%. Это только фрагмент беседы с председателем правления ФСК ЕС Андреем Муровым, а вот полную версию смотрите прямо сейчас. Андрей Евгеньевич, добрый день. Добрый день. Я знаю, что сегодня активно очень обсуждается и здесь в рамках энергетической недели вопрос импортозамещения. Вот непосредственно, как у вашей компании обстоят дела в этом вопросе, насколько же удалось перейти на отечественное оборудование? Как вы знаете, компания ФСК ЕС – это крупнейший потребитель электросетевого оборудования напряжением 220 кВ и выше. За последние 4 года наша компания закупила такое оборудование, именно силового, так называемого тяжелого оборудования. На общую сумму более 32 миллиардов рублей. Должен сказать, что к 2015 году мы уже вышли на такой процент, как 75 именно российского оборудования, которое на сегодня не только закуплено, но уже установлено на непосредственно наших подстанциях. В том числе и какое-то оборудование использовалось, естественно, для линейных сооружений. Мы идем, я считаю, что абсолютно нормально по дорожной карте энергетической концепции России, чтобы к 2030 году процент российского оборудования составлял порядка 95%. Это вполне реальная цифра. Должен сказать, что за последние годы процесс этот даже несколько ускоряется. В том числе, наверное, в какой-то степени повлияли на это и санкции небезызвестные экономические. Считаю, что здесь, конечно, очень важно такое, чтобы был симбиоз. Это симбиоз тех преимуществ, которые может предоставить компания и тех преимуществ, которые дополнительно добавляет государство. Что я имею в виду? Ну, в частности, такой заказчик, как ФСК, имеет возможность осуществлять прямые закупки, что очень эффективно и практически убирает дополнительные цепочки с рынка. Напрямую закупается оборудование, естественно, оно будет дешевле. Это, конечно, использование тех преференций, которые предлагает нам закон 223 и 925 постановление правительства. Но при этом здесь тоже есть отдельные оговорки, отдельные неточности и, самое главное, недосказанности. Мы пытаемся на сегодня работать с ФАИВами по их уточнению. Это, конечно, информационная и экспертная поддержка наших производителей. В том числе их участие в таких известных ассоциациях, как Ассоциация Сегре. Как вы знаете, это ассоциация предприятий высокого напряжения, высоких, так называемых, систем. Наш российский национальный комитет на сегодня практически полностью укомплектован под комитетами, такие же, как и работают в высоком Сегре. И должен сказать, что наши российские производители активно включились в эту работу. Таким же образом происходит технологический обмен, и мы помогаем этим производителям выходить в том числе на европейский и мировой уровень с точки зрения возможного экспорта их продукции. Для нас это тоже важно. Формально получается, что идет экспорт, но на самом деле экспорт же возможен только конкурентоспособной продукцией. Чем она будет выше, тем, естественно, точно так же будут пользоваться и наши законческие, в первую очередь, ФСК. И должен здесь сказать, что мы видим очень положительные здесь как раз примеры. Не только вот такие известные саводы, как изолятор, но и потянулись уже, так сказать, в более мелкие предприятия на этом рынке. Что имеется в виду от государства? Что хотелось бы видеть? Вот действительно уточнение определенных норм. В частности, по происхождению товара, который мы закупаем. Есть определенный так декларативный и характерный сегодня. Хотелось бы, конечно, это тоже снять вот такую двусмысленность определенного. Дополнение по определению локализации товара. В ФСК ЕС работает своя методика. Мы ее создавали не один год. Подобные методики есть по определению локализации. Есть в авиакосмической, телекоммуникационной промышленности. Мы хотим, чтобы это тоже было на заградканном уровне утверждено. Ну и, наверное, более правильное толкование, более понятное и, самое главное, одинаковое толкование у ФАИВов некоторых норм, унифицированных норм, как ГАТО, ВТО, так и Евразийского союза. Чтобы здесь тоже не было каких-либо разночтений. Вот этот симбиоз преимущества от конкретной компании, от нашей, в частности, от ФСК, и помощи от государства, я думаю, будут способствовать еще большему проценту с точки зрения импортозамещения. Другой актуальный вопрос, учитывая особенно, что на дворе октябрь. Насколько сегодня подготовка к зиме осуществлена на 100% или еще нет? Ну, формально должен сказать, что практически процесс подготовки к зиме закончился 1 октября текущего года. Все предприятия, их 36, компания ФСК, получили соответствующие паспорта. Из 8 наших МЭСов, 6 МЭСов уже получили по процедуре такие паспорта на этой неделе, и 2 получают на следующей неделе. Но это чисто по процедуре, которая проводится с точки зрения выдачи этих паспортов заинтересованными государственными органами. Но паспорт есть паспорт. На самом деле, зима всегда сложна. Это такой пиковый период нагрузок. И здесь очень важно отметить, чтобы были готовы не только сетевые компании. ФСК, МРСК и все компании, которые входят в группу Россеть, но чтобы были готовы и ТСО, и генерирующие компании, как по оборудованию, так и по топливу. И, конечно, системный оператор, который вплотную работает с компанией ФСК и задает нам режимы работы нашего оборудования. Если этот симбиоз будет на должном уровне, я считаю, что никакой зимы бояться не нужно. У меня вкратце последний вопрос. Сегодня в ходе одной из сессий вы обсуждали вопрос и цифровизации. Вот на сегодня у ФСК как с этим дела обстоят? Я считаю, что у нас дела обстоят неплохо. Мы уже не первый год занимаемся так называемым разработками в виде цифровой подстанции. И вот только что заканчивается конференция, международная конференция, которая проходила на базе нашей дочки НТЦ ФСК и ЕС. И вот такие направления, это не только задается политическим трендом, хотя это, безусловно, очень важно, когда руководство страны четко формулирует задачу. Но очень важно то, что этот мировой тренд уже на сегодня даже не обсуждается, а входит в практику. Как компания ФСК, так и распределительная компания. Есть тому яркие примеры, о которых сегодня говорил и руководитель Россети, и наш министр на соответствующем пленарном заседании. Я считаю, что за этим, безусловно, будущее, за автоматизацию этих процессов, за телеметрией, за, по сути, управляемостью. И, конечно, в конечном итоге нам тоже надо, я думаю, ну, просто уже с сегодняшнего момента переходить на цифровые подстанции. Андрей Евгеньевич, большое вам спасибо за интервью. Спасибо вам. Спасибо.